Разрешите задать вопрос, каково Ваше отношение к неверующим людям? Вы знаете, я никогда не делю людей на верующих и неверующих. Они, естественно, как бы подразумеваются, сами так понимаются, но для меня главное, чтобы был хороший человек. Я в своей жизни знал проблемных очень верующих людей, кто носил кресты, ходил в храм, и они далеко были непорядочные люди. Я знал и знал неверующих людей, которые были, наверное, в тысячу раз лучше, по моим представлениям, как те, кто крестится, кто молится, кто бьет себя в блюде, или тот и я, Богом душейный, я верующий. А на самом деле, люди бывают очень плохие. Поэтому я одинаково отношусь ко всем, но, конечно, мне нравится, я дружу с хорошими людьми, и разными, и не только православными верующими. Они могут быть буддисты, и мусульмане, исламитые. То есть это разный вид. Главное, чтобы был человек хороший. Это очень важно в плане дружбы, в плане службы, работы и отношений. Но в церкви, главное в церкви, конечно, чтобы каждый человек знал правильную веру. А в дружбе, в службе, в работе надо дружить со всеми. Вы, разрешите, задай два вопроса. Что есть любовь в вашем понятии и в понятии церкви? Я не понял, начало, простите. Что есть любовь в вашем понятии? Любовь. Нет. А любви столько написано, столько спето песен, да, и написано в стиху, и в фильмах снято. Я хочу сказать только об одном, что любовь, понятие и проявление – это идеальное проявление. Но оно имеет свои преломления в человеке, в человеческом обществе. Есть любовь латоническая. Ну, совершенно та любовь, которая не преследует никаких целей, никаких вознаграждений и прочее. Есть любовь латонская, когда человек испытывает любовь друг к другу. И в основном, как все говорят, философы, это ученые люди, кто занимался проблемой любви, понятием и проявлением этого. В основном любовь подразумевает какое-то потребительство. Она по природе не может закрываться, замыкаться сама в себе. Вот человек любит, но любит. Точно в основном, как нет, я верю в душе. А что толку ты от этого? Ну, веришь ты там, любишь ты. Ну, раз ты любишь, подали шоколадку, улыбнись, обними, поцелуй, да. Это проявление, любовь – это проявление. Точно так же, как и вера. Это не только убежение. Это обязательно проявление. И для меня лично, любого философа, я ее разделяю, да, на любого духовного, мы любим такое платоническое, скажем мне, да, это философское, и на любую плоскую. На любую плоскую я не имею никаких прав, потому что я мунах, я дал обеты. Я отказался от любви к женщине, я отказался от семьи ради того, чтобы целиком посвятить свою жизнь на служение Богу. Но это не говорит о том, что я не имею, что у меня нет любви, что я лишел лично, да, как вы сказали, лично или вообще. Я тоже влюбляюсь, мне тоже есть любимые люди. Я тоже, бывает, как-то проявляю эту любовь, но я не перехожу какие-то границы. Но больше я признаюсь, я любого, потому что я ему посвятил свою жизнь. Я Бога воспринимаю не как абстрактную идею, а как личность. Я в своей жизни очень много видел. Я вырос вообще в среде неведущих людей, и я вирус свою укрепил, и просто она у меня появилась благодаря этому, что я очень много видел в своей жизни, особенно детской жизни. Я могу смело сказать, если это нужно, можно говорить все. Я видел дьявола. Я видел своего ангела-хранителя. Я видел Божью-мать. Я в этом плане счастливый человек. И поэтому меня никто не разубедит в том, что Бог не верит. Я могу дать какую-то сопернику. Я обычный человек, я несовершенный человек, я могу совершить. Но сказать, что Бога нет или там, я этого никогда не скажу. А вот в плане любви, я тоже была в школе невестной. Она была мне влюблена, и я тоже ей держал какие-то симпатии. Но я с раннего детства почему-то становился кое-динением, и я уходил от этих проблем. Я красиво танцевал, я красиво пел, чего не могли мои сверстники по школе, друзья делать. Конечно, у меня все обращали внимание. Я любил наряды одеваться. Я даже сам себе шил. И я, естественно, привлекал немножко к себе внимание. Но я почему-то это делал все к тому, чтобы все видели в то далекое общество, в то время, что верующие люди, человек, который верит в Бога, он тоже такой же нормальный человек. Он может петь песни, он может веселиться, он может радоваться жизнью, он может влюбляться, он может работать, он может творчески жить. И очень всем хотелось доказать, что вера — это не так плохо, как нам было. А любить — да, это забол, да, это божественно. Только нельзя злоупотреблять этим идеальным явлением в нашей жизни, тем да, который Бог умер. Его просто надо разложить в своей жизни и, наверное, следовать какому-то выбору. Потому что любовь — это выбор и решение. Любить человека — это равносильно, как монаш, что ты дал клятв, ты дал обещание, ты должен их сдерживать. Если ты отходишь от этого и уступаешь этому, то ты нарушаешь клятву, ты нарушаешь этот принцип любви. Ведь любовь — это не только поедание, только брать, ждать, что тебя будут любить. Ему это еще и жертва. И самое сильное, что есть в любви — это жертвенность. Ведь некоторые могли любить друг друга, ходить десятки лет, и даже об этом никому не давали знать, признака никакого не появляли, о том, что они любят друг друга. Такое тоже в жизни бывало. Это умение терпеть, жертвовать, ждать. К великому сожалению, и понятие, и отношение к любви, оно уже стало сегодня другим. Все хотят все сразу взять, все получить. И в этом есть проблема, потому что, взяв все резко, получив все. Человеку хочется дальше. И он уже кидает все, и он куда-то стремится своими фантазиями и прочее. И что обязательно уже является не любовью, а страстью. Страсть и любовь — это разные понятия, и разные чувства, и разные проявления. Есть русская пословица. «Дай сердцу Богу, заведет тебя не Бога». Он для тебя есть такое выражение. Вот любовь — это не только чувство. Любовь — это еще и разум. Если ты подаешься только сердцу, обязательно тебя занесет так, что дай Бог, чтобы тебе помогли выбраться. Или родители, или кто-то из друзей, или те, кому ты доверяешь. Если ты теряешь разум. Это очень страшное состояние. Поэтому любовь, мне кажется, что правильное отношение к любви, оно идет с позиции здоровой духовной нравственности. Вот почему мы говорим, что вот как православная церковь, я не говорю, как священный служитель. Я считаю, если у человека будет Бог в сердце, на первом месте, то все станет браслевидным самым. А если не будет вот этого высшего идеала, абсолюта, который освещает вот эти проявления, то ли сердечные, то ли умные. Ну, вы помните, есть такое вооружение — горе от ума. То есть как важно, чтобы у человека все было гармонично, но проверялось это обязательно абсолютными какими-то истинами. А абсолют у нас только Бог. Человек несовершенний. Ну, и сколько он проживет пару десятков лет, и это несует на такую вещь, и все целесно жизни. Так называемую жизнь без абсамита.